друзья давайте разберемся как связать вот такие полосы изнаночной гладью при этом чтобы рубчика не было видно что имею ввиду под рубчиком чтобы не было видно дужек другого цвета и так смотрите если мы с вами сейчас возьмем и будем вязать сразу следующий ряд изнаночной чтобы он был выпуклым как нам нужно то мы получим очень некрасивые дужки и так внимание вот я перешла на нить другого цвета и начинаю вязать изнаночными обратите внимание вы видите какие некрасивые у меня появляются дужки то есть изнаночный край естественно нам захватывает предыдущую петлю с лицевую с дужкой серого цвета это дужка здесь отображается нам это не нужно и так как этого избежать очень просто прежде чем вы вывяжете изнаночный ряд вы должны связать контрастные нитью то есть не еще другого цвета один ряд лицевой и так смотрите я сейчас буду вязать лицевой и этот лицевой ряд у меня сформирует вот этот плавный переход собственно вот он лицевой его и не видно видите мы крайне незаметен но это нам поможет избежать появление вот этих некрасивых дужек другого цвета в общем то я должна сказать что иногда и довольно таки часто они придают некоторую эстетику рисунку но не в нашем случае в нашем случае они совершенно не нужны и так еще раз если я хочу добиться вот такой вот фактурной полосы виде изнаночного ряда я должна первый ряд провязать лицевой именно по лицу изделия он должен быть лицевым можно провязать конечно его изнаночным с изнанки он тоже будет выглядеть здесь лицевым но тогда вам придется вязать изнаночной по лицу как вам больше удобно мне удобнее провязать его лицевым по лицу и следом лицевым по изнанке сейчас так смотрите у меня готов лицевой ряд я поворачиваю изделие и здесь по изнанке я тоже вижу лицевым и это как раз формирует изнаночный ряд с лицевой стороны вот смотрите я поворачиваю и вот у меня такие красивые видны здесь тушки изнаночного ряда что формирует собственно говоря эту полосу фактурную в полотне и дальше